Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Сейчас мы рассмотрим игру кросс-платформенная MMORPG Night Crow. Это NFT, токен, биткоин проект. Мы играем в обычную игру, сразу мы решим проблему, если вас отталкивали лаги. У меня с сервером, часовой пояс, разницы на 7 часов. Это все решается платными VPN, но выход бесплатный VPN, там на месяц вам дается 3 гигабайта, кому-то 5 гигабайт, я не знаю от чего это зависит. Но в целом и даже 1,5 гигабайта вам хватит, чтобы играть. Это приложение устанавливается и на телефон, и ПК. Если вас только отпугивали лаги в этой игре, я покажу как их решить. Вот видим как раз, который проходит 5 раз в день. За него дают очень вкусные награды, то бишь в неделю нужно сходить на него 5 раз, 5 мариончика, монеты вклада и пыль для крафта. Ежедневная награда в 100 монеток и усиление на получение опыта, что есть хорошо. Если вы не могли ходить на данное мероприятие из-за лагов, этот VPN вам поможет. Я покажу как его настроить именно на эту игру, чтобы другие приложения его, ну чтобы трафик не сжирали, подрублю VPN, и эти лаги исчезнут. Это то же самое гильдийских боссов, то же самое на арене контент. Когда там PvP контент, борьба за боссов, даже если вы нуб, вы можете поиметь лутик. Там такие элитные боссики, типа элитные мобы, но с них очень вкусный лут может выпасть. Его можно подобрать при помощи глайдера, в этой игре можно летать. Никого не слушайте, пока сами не поиграете. Но если вас отпугивали именно лаги, я вот вам покажу как решить эту проблему, каких-либо напрягов. Очень прикольное приложение. Спасибо Игорю, это активный, так сказать, член группировки, не какой группировки, комментатор на ютубе, комментатор в дискорде. Вообще, один из первых подписончиков дядюшки Розе, который поддерживал меня, начиная год назад. Ну вот, босс начался. Мы нажимаем бить, наш чар стоит, не может ничего сделать. Да, начинает бить, но пройдет время, сейчас начнутся прокруты. Потом пройдет 5 минута где-то, или даже меньше, и вас выкидывают в меню. Вы не можете ничего сделать, вы начинаете убегать. Вы начинаете убегать, но это ничего вам не помогает. Все равно, вот, начинаются лаги. И простенько мы берем данное приложение, подключаемся к VPN, к Соединенным Штатам, и все, и лаги исчезают. Очень простенько. Вот сейчас видим никаких подкрутов. Я могу спокойно бить босса, отменять, кастовать скиллы. Все без проблем. Это приложение, данное AdaGuard. Приложение можно установить в ПК и на мобильное устройство. Теперь как сделать, чтобы, ну, другие приложения не жрали этот трафик. Потому что тут есть бесплатный трафик. Вот тут все простенько. Видим VPNчики. Вот Даллас. Сейчас я к Далласу присоединен. Майами и Нью-Йорк. Неважно, какой вы VPN выберете, с любым вы будете играть. Мы нажимаем вот сюда. Вынятки. Ну, я украинскую мову ввимкну, то, что мне подобается. Моя ридная мова. Там, какую вы хотите, такую выбирайте. И дальше, ну, то же самое будет у вас там программы. Потом тут мы переключаем в выбирку. И тут можно выбрать два режима. Это как программы, которые будут работать с VPN и которые не будут работать с VPN. В данном случае мы выбираем до даты программу. Ищем путь. Я вот этот путь оставлю в описаниях под видео. Вы можете просто скопировать. Если играете через ПК, я играю через ПК. Через телефон там тоже, я думаю, можно будет выбрать приложения, которые имеются на вашем устройстве. Но, в целом, я скопирую этот путь. Оставлю в описаниях под видео. Вы просто зайдете в папку с игрой. Где она находится. Выберите Nightcrow. Открыть. И он добавится вот сюда. Я уже не выбираю, потому что она мне напишет, что данная программа уже добавлена, чтобы только VPN работал на ней. То бишь, вот за неделю я потратил где-то 290 мегабайт. Всего-то ничего. Мы теперь можем ходить на ВБ. Это мировой босс. Также на гильдийские мероприятия. Потому что тоже очень много вкусных и темов. Так как для крафта, монеты гильдии, голда. Ну то голда распределяет именно ХЛ. Но, в целом, там дают вам и вот сундучки, в которых могут выпасть интересные темы. Для крафта очень круто. Кто играл в ММО и РПГ, вы должны знать, что это такое. Мы качаемся, выбиваем вещи, торгуем на рынке. Покупаем скиллы, да. Ну, в целом, играем в пати, общаемся в Дискорде. Очень весело. Вот я попал в такой клан хороший. Если хотите, спешите со мной. Я вам дам контакты КЛ. Если у вас выше 250 дефа. Вы активный игрок. Можно поговорить. Ну, активные люди нам нужны. Поиска элитных боссов. Потому что это очень вкусно. Два часика побегать. Можно неплохо подфармить алмазиков. В целом, очень интересно играть. Опыт с Lineage 2 Mobile, как бы, мне дал понимание этих игр. Потому что эта игра очень похожа на Lineage 2 Mobile. Но, и в то же время, и не похожа. Тут много с других игр, я так понял. Слизана и своего добавлено. Та же арена, PvP, контенты. Ну, похожие скиллы, конечно. Ну, это такое. Но, в целом, игра достойна внимания. Если вы хотите в что-то новое поиграть. Тут, как раз, открылся, вот, месяц назад новый сервер. Есть смысл стартовать на новом сервере. Но, возможно, будет закрыта регистрация. Потому что много ботов. Также, данная игра заботится о том, что банит противозаконное ПУ. Но, ботов хватает. Но, в целом, занимаются и хорошо. То есть, если я тебе помог решить проблему с лагами. Твоя игра изменится. Потому что, я как месяц уже не играю в Lineage 2 Mobile. Я активно начал играть в Night Crow. Конечно, не так, как хотелось бы, чтобы я развивался. Хотелось бы, чтобы быстрее я развивался на данный момент. Средний игрок в игре, это, наверное, 300 дефа будет. Взять себе сразу готового персонажа с 300 дефа на рынке. И ворваться в игру. И он там вам окупится через пару месяцев. Если вы начнете вникать в игру. Что-то даже урвал. А вот я успел поднять получен хрусталик. Ну, тоже очень неплохо. Больше нравится, чем Lineage 2 Mobile. Именно по аукциону. То, что мы можем выбрать, что нам нужно. Тут ценники показываются. Но ценники могут отличаться немножко. Но в целом цены очень удобненько. Приятнее аукцион. Отклик лучше, чем Lineage 2 Mobile. Намного быстрее. Также чат. То же самое мы на группы делим. Что, куда нам нужно. Все круто. Вы понимаете, что вам никто не напишет. А только системки будут какие-то приходить максимум. То есть, не надо ничего замыливать. Если ты хочешь поиграть в Найкроу, залетай. Очень крутая игра. Сервера, которые недавно стартанули. Плюс 8. Можно залетать как бы месяц. То бишь, смотрите. Может быть закрыта. Регистрация. То, что наплывы ботов. Очень много ботов. Только открывают вход. Даже на мой сервер. Которому уже 100 дней. Потому что вот дали вот такой подарочек интересный. Наконец-то. Это полноценный глайдер, можно сказать. Который дает возможность. Сейчас я покажу. На арене более комфортней. Себя чувствовать. Убегать от сильных врагов. И также поиск этих же элиток. Вот, к примеру. Мы подпрыгиваем. Подлетаем. И можем теперь зависать. Это намного мне упростит. Поиск элиток. И там сбежать, к примеру, от кого-то можно будет. Очень круто. Вот этого функционала не хватало. Очень не хватало. Если хотите в этот клан, которым я сейчас нахожу. Пишите. Также можете зайти в мой клан, который я изначально создавал. Но он мертвый. Ну, для начала там просто побегать. Попроходить ильдийские квесты. Там какие-то ребятушки есть. Возможно, боты тоже проходят. Тут забираются все монетки. Ходятся. Ильдийские РБ. Также на арену. Иногда там очень активные КЛ. Хорошие мемберы. Пока ничего плохого не могу о них сказать. Если вы хотите играть. Возможно, приобретете перса. Хорошего. То, я думаю, вам найдется местечко. Вам все расскажут. Покажут. Активно в Дискорде КЛ данной гильдии. Делает посты о том, что с кем, что, как делится. Что и почему, и зачем. Велком, ребят. И не слушайте никого, пока сами не поиграете. Если вам не нравится играть, то не играйте. Не нравится то, что я говорю. Как, к примеру, неделю назад на обзоре прилетела ракета в трех километрах от моего дома. Я об этом сказал в видео. Какие-то товарищи там. Типа, ты что, политики? Не все так однозначно. Ну, вам что-то не нравится, что я говорю? Проходите лесом просто. И как бы не сотрите. Если мне что-то не нравится, я там не ору об этом. Я говорю, воду перну. И все. А то, как мне и что говорить. Я сам решу. Тем более, когда это касается моей жизни. Там, где прилетела ракета. Короче, посекло стекла. То же самое может случиться и со мной. Как бы, если вам пофиг на меня. Почему мне не должно быть пофиг на вас. То ватники лесом пошли с канала. Короче, всем хорошего настроения. Хорошим людям. Всем пока.